Привет всем, друзья, с вами Криптор. Рынок сегодня у нас ожил немножко, поэтому всех поздравляю с небольшим пампом. Давно у нас такого не было. И будем надеяться, что это все-таки что-то похожее на разворот. Сегодня я хочу затронуть тему биткоина. А именно, я хочу поговорить о количестве его владельцев. Сколько их держателей биткоина на данный момент? Как мы все знаем, что всего будет создано 21 миллион биткоинов. А последние сатоши, последнего биткоина будут добыты аж в 2140 каком-то году. То есть, если мы будем учитывать майнинг, то, соответственно, он будет добыт где-то в 2140 году плюс и минус. Одновременно владеть хотя бы одним биткоином может всего лишь 21 миллион человек. Это тоже понятно. Но если учитывать, что несколько миллионов биткоинов потеряны навсегда, и есть целый ряд кошельков, которые хранят тысячи и даже десятки тысяч биткоинов, то потенциальных владельцев хотя бы одного биткоина в разы меньше количества самих биткоинов. Сейчас мы находимся на сайте bitinfocharts.com. Я ссылку на него оставлю в описании. Он показывает данные о количестве созданных биткоин-кошельков, на которых хранится хотя бы один доллар в биткоинах, если отталкиваться от нынешнего курса. То есть, кошельки, на которых есть хотя бы 25-26 тысяч сатоши на данный момент. И так вот, он показывает, что таких кошельков есть 14,5 миллионов. То есть, также есть около 4 с копейками миллионов кошельков, на которых находится хотя бы 100 долларов в биткоине. 1000 долларов это уже, соответственно, всего лишь полтора миллиона кошельков, ну, 10 тысяч, 330 тысяч, да, и так далее. Но вы должны понимать, что мы не можем наверняка утверждать, что все эти кошельки принадлежат абсолютно разным людям. У многих криптоэнтузиастов может быть по 5-10 биткоин-кошельков. Это минимизирует риски, дает возможность оставаться анонимными и так далее. В общем, причин иметь несколько кошельков биткоина, да, может быть очень много. И, скорее всего, кошельков с уникальными владельцами гораздо меньше, да, чем вот эта цифра. Но давайте будем учитывать те данные, которые у нас есть. Итак, 14,5 миллионов биткоин-кошельков с суммой от 1 до 99 долларов в биткоинах. Теперь давайте проверим количество людей на планете, да, какое у нас сейчас население. Сейчас у нас больше 7,5 миллиардов человек. А теперь давайте проведем простое математическое вычисление. Итак, мы берем количество кошельков, созданных, да, на которых хранятся биткоины, делим на население планеты нашей, умножаем на 100 и получаем процентное соотношение. Так вот, сумма просто смехотворная. 0,19%. 0,19%, Карл, это то количество людей, которые обладают биткоином на данный момент из всего населения планеты Земля. 0,19%. Вы представляете, насколько вы рано узнали о биткоине? Вы представляете, насколько вы все ранние инвесторы? Вы представляете, сколько человек еще захочет купить себе биткоин даже через 5-10 лет? Возможно, наше подрастающее поколение вообще не сможет купить себе даже 10-ю часть биткоина в скором времени. А представляете, если мы эту цифру уменьшим хотя бы в раза 3, хотя уверен, что уникальных, да, кошельков, вернее, уникальных держателей биткоина на этих кошельках, их гораздо меньше, может в десятки раз меньше, но даже урежем в 3 раза, так вообще будет смехотворная цифра 0.06% всего населения планеты. Это вообще смешные цифры. И поэтому, когда люди говорят, что вот, цена падает, все пропало, это просто смехотворно. Недаром многие умные криптоэнтузиасты проводят параллель с интернетом 80-90-х годов. Фейсбуки, Амазоны появились гораздо позже, да, и, соответственно, сейчас очень-очень ранний этап. Но я это все к чему говорю, это не финансовый совет никакой, я не являюсь финансовым советчиком, да. Это просто пища для размышления для вас, да, чтобы вы сели и подумали. Я ссылку на этот сайт оставлю в описании, сами сможете все проанализировать, чтобы вы просто осознали, да, насколько мы рано в этой игре, да, насколько мы рано в крипте находимся и все еще только впереди. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что понравилось вам это видео, да, такое позитивное, как раз таки с позитивными ценами, да, на рынке, которые лезут вверх. Еще раз спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, я это очень ценю. Скажите, что вы думаете, да, по поводу цены на биткоин, по поводу того количества владельцев биткоина, да, который сейчас имеется, и что вы в целом думаете про эту индустрию. Напишите, каким вы хотите видеть следующее видео. Еще раз вам спасибо и всем пока!